Около 300 нетрезвых водителей задержаны за 5 месяцев этого года и статистика только по архангельску. Количество ДТП, говорят в госавтоинспекции, уменьшается, но все равно исчисляется десятками. Потому патрули снова организуют массовые проверки. Старт акции «Трезвый водитель» был дан сегодня. Пока спецтехника убирает с трасс грязь и песок, госавтоинспекция пытается убрать с дорог водителей-нарушителей. Тех, кто сел за руль без прав или превысил скорость, а самое страшное – нажал на педаль газа, будучи в нетрезвом виде. Тем, кто садится, уже ничего нельзя сказать. Так-то нужно головой думать не только о себе, о других людях, детях. На оживленном участке УЖД моста в районе стадиона «Буревестник» образовался проверочный коридор. Акция «Трезвый водитель» – это попытка пресечь факты пьяного вождения. И, кстати, в ГИБДД Архангельска отмечают снижение аварийности с участием алководителей сразу на четверть в сравнении с прошлым годом. Погибших нет. Но случаи ДТП все равно исчисляются десятками. За пять последних месяцев их было 35. И два человека получили травмы по вине высокого градуса. Как это потенциальные вообще, можно так сказать, убийцы, а потом каются, когда совершат это. Это же как бы вообще ужасно, когда кого-нибудь сбьют. Ладно, там сам убьешься, но ты кого-нибудь покалечишь. Риск покалечить кого-то в этом году был у 300 задержанных в Архангельске водителей. У них были признаки употребления спиртного. Сообщить о пьяном водителе можно как в диспетчерскую службу, так и через интернет-сервис ВКонтакте. В сообщении нужно указать марку машины, регистрационный знак, цвет и направление движения объекта. Дорожно-патрульная служба ГИБДД отрабатывает сигнал незамедлительно. За пять месяцев 2022 года на территорию города Архангельского поступило почти 450 таких сообщений. Четвертая часть этих сообщений нашла свое подтверждение. Водители действительно оказались в состоянии опьянения и привлечены к ответственности. Госавтоинспекция напоминает пьяная езда. Это не только административная, но и уголовная ответственность за повторное управление в нетрезвом виде до трех лет тюрьмы. В случае, если ДТП со смертельным исходом, наказание будет уже более суровым. Вплоть до 15 лет лишения свободы. Артемий Заварзин, Светлана Михеевская, Регион 29.